Я плачу, но я не успеваю. Мне надо жить на работе, чтобы платить одну коммуналку. Для собственников этой квартиры счета за коммуналку превосходят все ожидания. Ангелина Ковардакова здесь собственница двух комнат из четырех, а оплатить понуждают как за полноценную просторную трешку. Уже не первый год многодетная мама получает квитки с запредельными суммами. Вот у меня в сцене платежка пошла на 6 тысяч. В том году были платежки по 10 тысяч. Получается одна комната 15 квадратных метров, вторая комната 9,5. Мы ездили, разбирались с управляющей компанией. Тогда у меня еще долг был всего 20 тысяч. Мы съездили, разобрались, разобрались с ним в свою пользу, мне прорисовали еще плюсом 20 тысяч. После этого я пристала платить. Аналогичная история и у соседок, собственниц остальных комнат. Каждой насчитывают чуть более 4 тысяч. Итого общая сумма за коммуналку за четыре комнаты в этом месяце превысила 15 тысяч рублей. Откуда берутся такие цифры, в управляющей компании «Кедр» толком не объясняют, говорят жильцы. Мы приходили, вот я говорю, почему не совпадает. Был бухгалтер, там поменялся, была тетенька. У нее постоянно не совпадало что-нибудь. Он специально вела дневник, блокнот заводила, сама все смиряла, рассчитывала. Физически невозможно просто столько налить, чтобы столько горело. Ну, невозможно это сделать. В этом доме получали квадратные метры в основном дети-сироты. И выходит, что громоздкие платежи в квитке за коммуналку бьют по карману социально незащищенной категории граждан. У собственниц комнат этой квартиры претензии в адрес коммунальщиков копятся давно. У нас было такое, этим летом, воды не было горячей очень долго. Пришли платежки, у нас там была горячая вода. Откуда нарисовалась эта горячая вода, если целый месяц не было. Получить какой-либо комментарий у управляющей компании «Кедр», где должны владеть информацией по данному дому, оказалось делом сложным, практически невозможным. Попасть в управляющую компанию «Кедр» оказалось не так-то просто. Она находится на территории режимного предприятия. И съемочную группу в кулары коммунальщиков не пропустили. Давать официальный комментарий на камеру там также отказались. И предложили прислать интересующие вопросы по электронной почте. Запрос редакция ТСН направила, но сроки получения письменного ответа в организации также не уточнили. Ну а собственницы квартиры с золотыми квитками уже собрались писать заявление в районную прокуратуру. Евгения Караксина, Михаила Ситров, Телевизионная служба новостей.